Всем привет! Вы находитесь на подкасте про бейкери. Я Денис Суховий, ведущий. Здесь мы говорим о пекарне, об этом вечном бизнесе, который многих волнует, многим не дает спокойно жить. Что хочу сказать, что пекарня во все времена она была нужной и архиважной, потому что хлеб это не просто сакральный продукт, это продукт, который стратегический в общем продукт. Поэтому пекарню запускать и держать в принципе во все времена было выгодно. Сейчас мы это знаем как нельзя лучше. Сейчас мы все, многие столкнулись с бедой и некоторые больше, некоторые меньше. Кто-то потерял близких, родных, дома, бизнесы и у кого-то процент накала ниже и они просто остановились. Кто-то переехал в более безопасные регионы и перевез бизнес туда. В любом случае каждого, повторяю каждого украинца это затронуло. Я не призываю все это забыть и отмахнуться, это просто невозможно. И без этой преамбулы нельзя было начать мое видео, поскольку сейчас каждый, кто не говорит о войне и не говорит о победе, вот он будто бы немножечко виноват. Моя бабушка и дедушка они пережили голодомор и если вы не знаете, то именно в нашей Черкасской области голодуха была она была в общем-то с особым пристрастием. И учитывая парадоксальность этого, того, что Черкащина это самая плодородная земля наверное в мире, где каждый год собирают рекордные урожаи зерновых. Вот они пережили войну вторую мировую и очень жаль, что спустя столько лет соседнее государство, которое по сути было гарантом нашей безопасности, решило нам устроить еще одну войну и уничтожить наших с вами сограждан. Государство, которое ведет свою бездарную политику и совершенно бездарное экономическое развитие. Оно решило в этом остановить и нас. Сейчас призыв нашего командования и властей заниматься бизнесом, то есть выводить бизнес и начинать деловую активность. Хочу с вами моими наблюдениями поделиться в этой ситуации. Я назвал этот процесс антикризисным. Поговорим о военно-экономическом кризисе. Сознание предпринимателя устроено таким образом, что нужно совершать, обязательно нужно совершать какую-то активность. Целью этой активности безусловно является результат. Это может быть рост прибыли, это может быть рост активов. В любом случае это не бег ради бега. Сейчас многие регионы, они остались без домика. Киев, в котором раньше нельзя было даже без пробок проехать и трех улиц, покинуло практически 70 процентов населения. Представьте вообще, он просто пустой. И мои любимые жуляны, я по ним когда ездил, они просто пустые. Под супермаркетами стояли деревянные палеты, закрывающие двери, чтобы туда никто, наверное, не мог попасть. Вот на каждом углу блокпосты территориальная оборона. Вот ты на этом тонком уровне понимаешь, что все поменялось. Все очень сильно поменялось. Так вот, из Киева свалило 70 процентов населения и многие те, кто даже арендовал квартиры. Я думаю, что сдали ключи и оставили их под ковриком и уехали либо в более безопасные места, либо же просто уехали домой. Может быть эти люди сами родом из более безопасных мест. Кто-то с западной Украины, вот кто раньше жил в Киеве и собственно создавал все эти пробки. Кто-то из центральной Украины, из той же Черкащины или еще откуда. Так что люди уехали и в Киеве их нет. Соответственно, покупательская способность, она тоже очень сильно упала. Сейчас наблюдается как бы обратная тенденция. То есть люди понемножку уже возвращаются домой и они едут обратно. Но обратно в Киев должно приехать тоже столько же, сколько и уехало, чтобы там было плюс-минус все то же самое, что и было. Сейчас, конечно, людей меньше и даже если учесть с теми, кто вернулся, то все равно это пустые районы. Пустые районы. Теперь люди идут обратно постепенно, хотя власти их от этого и предостерегают, говоря, что в Киеве все еще не так безопасно, как хотелось бы. Глубины падения рынка сырья и вообще вот покупательской способности мы не видим, но не нужно быть кассандрой для того, чтобы понять, что все сырье растет в цене, а покупательская способность она падает. И очень вероятно, что когда закончится война, то в Киеве, ну и вообще во всей Украине будет, как бы так, мягко сказать, безработица. Потому что все производства, они будут оптимизироваться и оптимизируется это, например, фонд оплаты труда. Каким образом? То есть некоторые люди работают больше, некоторых людей сокращают. И даже если те работают, кто больше, им поднимают зарплату, то все равно те, кого сократили, они не получают ничего. И они идут искать работу где-то в другом месте. Сейчас я в ожидании того, что пекарня начнет работать, что пекарня откроется. И рынок столичный, на котором находится моя мощность, пекарня, он уже практически полтора месяца как закрыт. Большая часть наших клиентов это корпоративные клиенты. Это те, кто покупает у нас продукцию, разные слоеные изделия или хлеб, и потом продает их у себя, выпекает и продает. То есть это кафе, кондитерские рестораны. И учитывая то, что в Киеве осталось порядка 30%, ну может быть сейчас, с учетом возвратившихся немного больше, то есть если даже брать во внимание то, что многие просто потеряли работу и не имеют дополнительных средств, чтобы покупать продукты премиального качества, которые стоят соответственно намного дороже, чем печеньки на пальмовом жире, то люди перестали планировать, они перестали планировать последствия влияния плохих продуктов на свой организм. То есть люди просто живут здесь и сейчас. Этому нас научила война. Вот люди поняли, что вероятность того, что прилетит российская ракета и развалит их дом, имеет больше вероятности, чем влияние пальмового жира или неких бляшек, которые могут еще наступить когда-нибудь на их организм, вот этой дешевой хавки. Он существенно меньше, чем опасность этого сиюминутного ракетного удара. Я прогнозирую, что многие пищевые производства будут работать в более бюджетном формате. Вот это сокращение себестоимости и у людей стало меньше денег, это однозначно. Богатых людей, которые готовы покупать дорогой продукт, тоже стало меньше. Они где-то либо свалили, либо в безопасном месте, которым сейчас пока Киев не является. И поэтому цель сейчас любого производства это выжить за счет тиража и за счет снижения затрат. Будем надеяться, что это временная мера и вскоре тенденции и возможности поменяются. Я вот искренне верю. Сейчас пекарню ее нужно будет переформатировать. И думаю, что, скорее всего, это будет формат хлеба и немного выпечки. Думаю, что хлеба, возможно, придется делать больше, чем мы делали. Предлагаю попробовать планировать вместе со мной. Первое. Нужно обратить внимание на себестоимость и на наценку. То есть принцип того, что себестоимость должна быть в продукте не более 25% от его наценки. Вот может даже, чтобы она была, например, этот процент был меньше. Нужно спланировать затратный фонд. То есть это затраты производства и продаж по отношению к запланированному объему. Объему продукции на продажу, ну либо входящих денег. Вот. Нужно максимально снизить затратный фонд оплаты труда. То есть это, возможно, самому придется стать пекарем, закупщиком, доставщиком. Вот. Я все время, ну, многое время этим и был. Я все умею делать и печь, и продавать, и закупать, и все остальное. То есть это, конечно, меня во многом спасает. Я только стал, как бы, выходить из этого режима. У нас появился водитель. То есть я больше управлял, в общем-то, чем все это дело, чем выпекал. То есть у меня есть и пекарь, и есть и слойщик, и продавец, и закупщик. Ну, короче, все на свете организовал. И вот я думаю, что придется, конечно, возвращаться к станку. Дальше. Придется, конечно, постараться спланировать закупки вот еженедельно и на месяц. То есть здесь надо понимать, что, возможно, придется делать какие-то короткие закупки и чаще прибегать к календарю своих затрат. То есть смотреть не на закупки там, например, месяц, а смотреть на каждый день. Смотреть некие закупки, которые, возможно, там сложно доставлять. То есть, возможно, такие закупки покупать этот продукт на две недели. Если у вас есть возможность покупать его каждый день, ну, допустим, можно покупать его два раза в неделю, чтобы сократить затраты. Потому что, ну, как бы, не дай бог, начнется снова какая-то атака вражеских войск, и нам придется где-то снова прятаться, закрывать, бежать или воевать, то в производстве будет закопано снова там от 50 до 70 тысяч просто в сырье. Вот, которые они, по сути, уже из высоколиквидного актива, которым является сырье, превращается просто в низколиквидный актив, который валяется на складе, никому не нужен. И, возможно, он может просто испортиться и его придется списать. То есть, это деньги, которые конвертированы в сырье. Так что, планировать придется более короткие покупки. То же самое бензин, топливо там и так далее. Вот, рынок неизвестен и сложно планировать объем денежного потока. Да, с этим я абсолютно согласен. Значит, здесь мы поработаем с табличками, посмотрим их. Первый шаг, который нам нужно понять, это сырьевая себестоимость. Потом, это цена, по которой покупатель покупает наш продукт. Допустим, мы будем продавать батоны, будем работать в батонах. И наценка, собственно, это та часть, которую получаете вы для того, чтобы оплатить фонд оплаты труда, там, ну и другие платежи, обязательно. И с этой, кстати, 19 гривен получить прибыль. То есть, получается, чем больше раз мы заработаем по 19 гривен, при меньших затратах, тем мы получим больше прибыль. Вот, второе, что нужно знать, это фонды оплаты труда. Ну, здесь такие самые скромные, самые консервативные. То есть, их может быть больше, но аренда коммуналка 15%, потом фонд оплаты труда, зарплаты 25%, сырье 25%, налоги 10%, админрасход 5%, прибыль 20% и общий, это 100%. То есть, третье, у нас есть производство, это средняя зарплата пекаря, потом торговля, это средняя зарплата продавца и налог на каждого сотрудника 3,5 тысячи приблизительно. То есть, если там в серую платить налоги. Идем дальше. Планирование затрат производства и торговли. То есть, вот они все эти фонды затрат, о которых я вам говорил. Допустим, если мы произвели 4 тысячи батонов в месяц, соответственно, умножить их на 25, мы получили 100 тысяч валовой прибыли. То есть, это деньги, из которых еще ничего не вычислено, ну, не высчитано. Значит, дальше у нас выходит, что если мы производим эти 4 тысячи батонов, то нам нужно спрогнозировать зарплату. У нас получается, что, вот наша зарплата, у нас работает, допустим, один пекарь и, например, то есть, это продавец, да, и работает один пекарь. Вот у нас и фонд оплаты труда сформировался. Аренда. То есть, нам надо, получается, учесть аренду. Это, допустим, это 23 тысячи и плюс коммунальные. То есть, мы сейчас спрогнозируем коммунальные. Значит, для того, чтобы выпить 4 тысячи батонов в месяц, в день это 135, кажется, штук тут не видно. Вот, потом количество выпечек где-то будет 3. То есть, 40 киловатт электроэнергии в среднем сжигает печь за час. Потом время выпечек, то есть, где-то 2 часа мы будем выпекаться, где-то минут 40 на разгон печки, ну, и там дальше идут выпечки. Количество использованных киловатт, потом это в месяц мы считаем на 30 дней умножаем, 5 гривен за киловатт, вот вам сумма, и округляем там где-то с водой и с какой-то еще байдой выходит в общей сложности 20 тысяч. То есть, получается, что вот аренда это 23 тысячи за аренду, плюс вот то, что мы насчитали, у нас выходит такая сумма. То есть, вместо ожидаемых 15 процентов мы здесь платим 43. Фонд оплаты труда тоже он увеличен на 2 процента. Сырье в норме 24. Налоги немножко больше. То есть, админрасход 3 процента, окей. Значит, прибыль минус 4. Прибыли у нас нет. Значит, если мы хотим получить прибыль, то одним из этих человек, то есть, возможно, продавцом, возможно, пекарем, должны стать вы. То есть, мы оставляем... Нет, давайте. Давайте мы будем все-таки пекарем. Оставляем продавца. То есть, если мы оставляем продавца, то мы в профите на 11 524 гривны. Ну, вы... Это то, что получили вы. Это ваша зарплата, по сути. Не как предпринимателя, а как пекаря. Потому что, если бы работал пекарь, вы получили бы минус. Идем дальше. Идем дальше. Здесь, если бы вы заработали 200 тысяч, продав 8 тысяч изделий. То есть, мы просто увеличиваем тираж. Увеличиваем тираж. Посчитали, что дней торговли 30. То есть, 8 тысяч разделить на 30. Получаем сумму изделий в день. Количество выпечек в среднем 6. То есть, вы понимаете, что точно посчитать мы не можем. Но количество выпечек приблизительно 6. Киловатт столько же. Времени на выпечке будет уходить 4 часа. Количество использованных киловатт 151. Количество киловатт в месяц тратата умножить на 5 гривен за киловатт 22 тысячи. Округляем с другими нуждами. И у нас выходит, что коммуналка уже немножко снизилась. За счет того, что мы в одной и той же печи и так и так используем 40 минут на то, чтобы разогнать печку. Но мы выпекаем больше, количественно больше. Поэтому печка становится для нас более экономной. И мы больше приносим денег в сам бизнес. То есть, если мы заработали 200 тысяч, то выходит, что у нас уже не 43%, а 28 всего выходит. Значит, 28. Потом фонда оплаты труда у нас тоже немножко снизился. Снизился, не снизился. Здесь у нас 11, но тогда работаем мы. Вот. А здесь у нас работает, сейчас скажу сколько. Видите, работает два пекаря и два продавца. Два пекаря и два продавца. 27%. То есть, ну, как бы близко к идеалу, но еще не идеал. На сырье у нас уходит по-прежнему 24. Это говорит о том, что, ну, нормально. То есть, это как раз идеально. Можно, например, снижать, но это делать не обязательно, потому что 24% это в пределах нормы. Единственное, что у нас очень много здесь. У нас много в аренде. В аренде и в коммуналке. Значит, нам надо тиражировать больше. Надо больше делать количество на штук. Ну и, в общем-то, мы получили 11%. Но в 11% мы уже не работаем как пекарь, как производственник. Мы уже зарабатываем вот 22 тысячи. Если же мы хотим работать как пекарь, как производственник, значит, мы сокращаем одного человека и получаем за него зарплату. И у нас выходит уже близко к идеалу. То есть, 19%. Видите, у нас снизилось везде понемножку. Вот. И мы заработали уже 19% и как пекарь, и как бизнесмен. Дальше. 300 тысяч, если мы принесли. Мы в месяц продали 16 тысяч изделий. 533 в день выходит. Количество выпечек у нас 11. Киловатт по-прежнему также. Часов выпечки у нас выходит 7. Вот это уже такой, как бы, расход серьезный. Количество киловатт, бла-бла-бла. То же самое считаем. У нас выходит столько денег. То есть, вот это у нас вышла коммуналка. 56 тысяч плюс аренда. И у нас выходит 79 тысяч только за коммунальные и за аренду. И у нас 26%. То есть, мы принесли 300 тысяч. И у нас снизился уже на 2% выходит. На 2%. Здесь у нас работает уже 3 пекаря и 2 продавца. То есть, 2 продавца, я думаю, в этом формате это обязательно. Вот. 3 пекаря. Допустим, ок. Но уже, как бы, объем немножко больше. Можно, конечно, сократить. Допустим, тоже самому стать пекарем или полупекарем. И получать, допустим, еще какой-то, чтобы больше приходило денег, например, чтобы больше заработать. На сырье у нас уже 32% выходит. То есть, у нас, значит, налоги у нас при этом... Сколько у нас человек работает? Если у нас работает 4 человека, то налогов у нас тоже 4. Здесь 5. Делаем меньше. На 4. Все. Выходит 5%. У нас выходит админрасход 9000. То есть, ну, мы просто считаем грубо. А там может выйти не 9, а вообще 5. Вот это все считается постфактум. То есть, то, чем мы занимаемся, это планированием отчета о прибылях и убытках. То есть, у нас его пока нет физически. Он может создаваться только постфактум. Когда прошел месяц, прошли все платежи, вы их собрали и создали себе этот отчет. Ну, если мы его так вот планируем общими мазками, то будет он выглядеть вот так. С прибыли будем получать, например, 16%. То есть, здесь у нас вот лежит эта зарплата пекаря, которую мы отобрали, так сказать, сами становясь пекарем в этой ситуации. Ну и некая прибыль. То есть, таким вот образом можно что-то зарабатывать. Этот отчет, он называется P&L. Я вам рекомендую перейти на сайт, на мой сайт. Он будет указан в описании к ролику. И в этом сайте есть финансовый курс. Курс для управленца. То есть, что такое отчеты о прибылях и убытках, как планировать затраты производства. Это то, что будет нужно для вас не только в мирное время, военное. То есть, вообще, в принципе, как бы образоваться как бизнесмен. Это то, что вы просто обязаны знать. То есть, обычные такие азы, которые будут вам позволять потом работать грамотно, понятно и нормально. Не записывать каждый день, сколько вы потратили, сколько вам пришло. И потом не понимать, что с этим делать. Поэтому, там вот вы найдете для себя некоторые ответы на вопросы. Там, как инвестировать, стоит ли инвестировать, сколько можно инвестировать. Потому что, вот здесь, понимая этот P&L, мы, например, внесли инвестиции. Ну, планируем вот эту вот историю. И, допустим, считаем, что нам нужно потратить сейчас 50 тысяч долларов на то, чтобы такое производство, допустим, запустить. Чтобы производить вот это количество изделий. То есть, мы берем, например, 50 тысяч. Умножаем их, сколько у нас там доллар сейчас стоит. Допустим, там на 32. То есть, получается миллион, миллион 600. То есть, если мы за два года это все окупаем, то мы тогда делим это на 24. Получается, что мы 66 тысяч должны каждый месяц оплачивать. Значит, если мы берем вот этот наш профит, который мы заработали, и берем это минус это, то у нас получается, что мы в минусе на 18 тысяч. Значит, нам надо здесь зарабатывать количественно больше, чтобы обслуживать такой займ. Ну, или либо же не на 24, а, допустим, на 36. Но тогда мы должны понять, что три года в нашей стране не будет происходить ничего экстра страшного. Вот. И тогда мы за три года, например, отдаем все эти деньги. Вот. Либо же покупаем помещение. Но это уже еще одна история, потому что помещение тоже нужно окупать. И все это нужно обязательно-обязательно учитывать. Поэтому переходите по ссылке, там есть курсы. Также у меня можно заказывать индивидуальные консультации для своего бизнеса. Вот это вам даст возможность понять ваш бизнес лучше для тех, кто только собирается запустить производство. Это будет вообще неоценимо, что вы сможете и сэкономить, и не наделать глупостей. Те, кто ведет уже производство, те, у кого оно есть, вы можете в нем разобраться лучше. Но также я оказываю помощь некоторым производствам даже дистанционно, у которых есть технологические проблемы, у которых есть проблемы в учете финансовом. Вот мы все сообщаемся, то есть и улучшаем эти производства настолько, насколько можем. Поэтому есть формат консультации, есть формат ведения вашего бизнеса на удаленке, есть формат построения бизнеса. То есть если вы, например, хотите с самого начала запустить производство и у вас нет ни помещения, ничего, то тоже обращайтесь. С радостью подскажу вам, как его правильно спланировать по всем нормам, как сделать это помещение удобным, как выбрать то оборудование, которое вам необходимо, а не то, которое вам втюхают все непременнейшие. Вот и также на сайте есть сейчас видеокурсы. Я думаю, что до формата курсов оффлайн мы пока еще не придем, возможно в будущем. Сейчас есть возможность поддержать меня, мой проект, мою пекарню покупкой видеокурсов. Это курсы, которые тоже есть на сайте. По всем этим курсам я лично оказываю поддержку. То есть если вы покупаете их у меня, оказываю поддержку. Если у вас что-то вдруг не получится, вы можете спросить и я обязательно вам все подскажу. И какую муку лучше выбрать и почему у вас вышло так, а не эдак. То есть позанимавшись по видеокурсам в целом можно прийти к очень хорошим результатам. И дальше, допустим, продвигаться дальше. То есть бизнес не строится в три щелчка пальцем, он строится годами. И чем основательнее вы к этому подходите, чем правильнее вы создаете вокруг себя вот это информационное поле, тем легче и тем лучше развивается ваш бизнес. Сейчас хочу сказать вам всем спасибо за то, что поддерживаете меня, за то, что смотрите. Буду рад, если вы задонатите. То есть внизу в описании есть номер моей карты. Если вы перечислите какие-то средства, буду весьма признателен и буду делать для вас и дальше ролики, которые возможно вам помогут. Ну, либо же просто покупайте курсы. Мне не очень нравится, когда мне просто так присылают деньги. То есть покупайте курсы. Я даже готов вам продать некоторые дешевле, но чтобы это было что-то за что-то. Желаю вам всем мирного неба. Желаю вам всем здоровья, добра, au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok